В Крыму подводят итоги общереспубликанского референдума. Подсчет бюллетеней завершен. За вхождение в состав России высказалось подавляющее большинство жителей полуострова. Почти 97%. И все это пренебывало высокой явке. Крымские города голосовали один активнее другого. Подробности узнаем у Виталия Каченко. Он выходит в прямой эфир из Симферополя. Виталий, как мы знаем, все протоколы уже обработаны. Итак, последние данные. Валерия, к этому часу обработаны все 100% протоколов по Крыму. Без учета города Севастополя, прошу прощения. И вот данные Центра избиркома республики, который представил Михаил Малышев. Количество голосов участников общекрымского референдума, поданных в поддержку вопроса общекрымского референдума. ВИЗА воссоединение с Россией на правах субъекта Российской Федерации составляет 1 миллион 233 тысячи 2 человека, что в процентном отношении 96,77%. Комиссию по подготовке и проведению референдума не поступило ни одной жалобы, ни одного заявления. Тех, кто поддержал Конституцию 1992 года и Крым в составе Украины, менее 3%. В количественном выражении это 32 тысячи человек. Чуть менее процента бюллетеней были признаны недействительными. В ЦИК в эти минуты поступили уже протоколы со всех 27 территориальных комиссий, которые работали на полуострове. В эти минуты в здании Верховного Совета начинается внеочередное заседание. На нем Крымский парламент намерен утвердить результаты референдума. И уже через несколько часов, как ожидается, большая делегация крымских депутатов отправится в Москву. Там крымские парламентарии проведут консультации с депутатами Госдумы, проведут консультации в Совете Федерации для дальнейших планов по юридическому оформлению и вхождению Крыма в состав России. Ну и, собственно, что касается воскресного голосования, такой явки, такой активности граждан Крым не видел еще никогда. Безусловным лидером во время референдума голосования стал город-герой Керчь. Там явка составила рекордные 94,5%. За вхождение в состав России высказались более 97 жителей Керчья. Высокая активность избирателей наблюдалась почти во всех районах Крыма, Валужки, Ялте, Феодосии, Красноперекопске, Армянске. Собственно, явка на полуострове в целом составила 83%. В Севастополе она чуть выше 90%. Ну и о том, как Крым, как Симферополь праздновал этой ночью, в репортаже моего коллеги Тимура Сиразиева. Вы в России, ребята! Ура! Россия! Россия! Это просто праздник какой-то! Тысячи жителей... Спасибо! Это Россия! Тысячи жителей Симферополь пришли сегодня на центральную площадь города, чтобы все вместе отметить события, которого так долго ждали. Хотя официальные результаты голосования референдума еще не огласили, но здесь никто не сомневается, какими эти результаты будут. Ведь все, кто здесь находятся, сделали одинаковый выбор. Вы сами видите, люди очень рады, все счастливы, все дружны. Слава Богу! Сегодня то, о чем можно было мечтать, это сказка. Невозможно сегодня сидеть дома. С референдума на площадь жители Симферополя начали собираться здесь, когда избирательные участки еще работали. Город словно оделся в бело-сине-красный наряд. Это цвета не только российского флага, но и крымского, хотя и в другой последовательности. Теперь они будут всегда вместе. Ради этого будущего в России и с Россией жители полуострова участвовали в референдуме. Для меня значит то, что мои дети, внуки будут жить в нормальных условиях, в нормальном стране, что не будут бегать с битами, с автоматами. Мы будем стоять до утра, если надо. А зачем стоять до утра? Чтобы праздновать! Мы такие счастливые! Мы возвращаемся домой! Ура! Жители Симферополя и пели, и плясали на сцене артисты России и Крыма. Когда концерт был в самом разгаре, на избирательных участках начался подсчет голосов. За первую! За первую! Симферополя? За первую! Первым был вопрос о воссоединении с Россией. Напротив него стоят галочки практически во всех бюллетенях. Сотрудники избирательных комиссий признаются, такого единодушного голосования никогда не было. Обстановка была настолько доброжелательная, настолько праздничная, настолько веселая, что, наверное, я впервые очутилась в таком количестве позитивных людей сразу в одном месте, сконцентрированных. Явка высочайшая. С первых минут и до самого закрытия на многих избирательных участках очереди. Оставаться в стороне, когда решается судьба всего полуострова, люди не хотели. После завершения референдума представители крымских татар объяснили, почему они голосовали за воссоединение с Россией. В области политическом для нас не было сделано ничего, а старались нас ассимилировать целиком и полностью в украинское сообщество, в том числе уничтожая наш язык. Затем, как соблюдается право избирателей на свободное волеизъявление, следили международные наблюдатели. Более ста экспертов объехали весь Крым. Они общались с сотрудниками избирательных комиссий, с жителями полуострова, а также присутствовали при подсчете голосов. Я считаю, что это демократические выборы, которые проходят в стране, у которой у власти не демократическое правительство. И независимо от результатов голосования, эти результаты следует считать окончательными, как мнение народа. И то, что Крым не хочет быть частью вот этой новой Украины, это логично, потому что правительство было свергнуто насильственным путем, и страна в данный момент находится на грани коллапса. Референдум полностью соответствует международным стандартам, необходимо признать его состоявшимся и легитимным. Этой ночью Симферополь не спал. Горожане даже поздним вечером шли на центральную площадь, чтобы первыми узнать итоги референдума. Все понимали, очень скоро они услышат главные слова. Когда на сцену вышел председатель правительства Крыма Сергей Аксенов и спикер парламента Владимир Константинов, вся площадь затаила дыхание. Мы сделали это! Мы победили! Мы идем домой! Крым в России! Мы сделали это с вами вместе! Благодаря вам! Благодаря вашему мужеству! Благодаря вашей поддержке! Благодаря поддержке России, российского народа и ее президента! И эту нашу победу никто не заберет! Мы с вами идем в Россию! Ура! Поздравляю вас всех! Россия! Среди уже ощущают себя гражданами другой страны. Гимн России поют вместе и во весь голос. Смирный слава, железа и драйв! И на свете облачь от тебя! В Мурс России Виталий Каченко, Алена Иваниченко, Сергей Золотавин, Александр Напалков, Нина Хорева, Первый канал, Крым. Мы вместе. Таков девиз акции в поддержку решения, принятого народом Крыма и Севастополя. Она в эти минуты проходит в Москве. Активисты раздают ленточки в цветах российского флага и говорят, что так они приветствуют желание русскоговорящего населения полуострова войти в состав России. Поддержать акцию предлагают всем, кто неравнодушен к судьбе братского народа. О референдуме в Крыму и ситуации на Украине в целом говорили лидеры России и США. Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Владимир Путин подчеркнул, что крымское голосование было проведено в соответствии с нормами международного права и уставом ООН. Также он обратил внимание на, цитирую, неспособность и нежелание нынешних киевских властей обуздать разгул ультра-националистических радикальных группировок, дестабилизирующих обстановку и терроризирующих мирных жителей, в том числе русскоязычное население и наших соотечественников. Конец цитаты. Владимир Путин и Барак Обама отметили, что несмотря на различия в оценках, необходимо совместно искать пути стабилизации положения на Украине. Итак, как процедурно будет выглядеть вхождение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации? Сначала власти полуострова и города отправят официальный запрос. Владимир Путин должен уведомить об этом обе палаты парламента. При необходимости по этому вопросу проведут консультации. Также глава государства обратится в Конституционный суд с просьбой оценить, соответствует ли договор между Россией и потенциальными новыми субъектами положением нашего основного закона. Затем проект межгосударственного договора вместе с документом, в котором пропишут название новых административно-территориальных единиц, их статус, границы, направят в Госдуму. После одобрения депутатами в 65-ю статью Конституции, где перечисляются субъекты, будут внесены соответствующие изменения. Севастополь, город, который имеет особый статус и претендует на сохранение расширенных полномочий, тоже показал небывалую высокую явку, почти 90%. Люди начали приходить на участки еще в 7 утра и шли непрерывным потоком до самого закрытия, восьми вечера. За воссоединение с Россией севастопольцы высказались практически единодушно. Настроение большинства не могли не отметить и международные наблюдатели, признавшие, что это голосование было демократическим и прошло оно без каких-либо нарушений. Мне очень важно было приехать сюда и увидеть реальную картину происходящего. То, что я увидел, это демократический выбор жителей Крыма. Я считаю, что западные страны в ближайшем будущем должны будут признать этот факт. Что касается голосования, то я не наблюдал никаких проблем ни в Севастополе, ни в Симферополе. Согласно городскому положению о референдуме, Севастополь сможет войти в состав России как отдельный 84-й субъект. Тем временем Запад, похоже, в упор не видит или предпочитает не замечать ни высокую явку, ни результатов воли изъявления крымчан и жителей Севастополя. Вслед за США, Великобританией, Францией и Италией нелегитимными референдумы назвали в Канаде и Японии. Адресными санкциями России продолжает грозить Евросоюз. Своё мнение по этому поводу высказывают эксперты, как российские, так и иностранные. Специалисты сходятся во мнении, что возможны экономические ограничения. В первую очередь ударят по странам, которые их введут. Понятно, что страны Евросоюза, Соединённые Штаты Америки и Киев будут делать всё для того, чтобы создавать конфликтные ситуации и представить, что результаты референдума в Крыму получены под давлением. Правовых оснований для такого решения нет. Это признаёт определённые группы общественного мнения даже в Соединённых Штатах Америки и в странах Евросоюза. Реакция должна быть, скажем так, сдержанной. Точечные санкции – да, но надо понимать, что новая экономическая война не начинается, потому что её последствия могут быть катастрофическими, и наши граждане, в конце концов, возложат вину не на русских, а на Евросоюз. Тем временем украинские радикалы очень своеобразно отреагировали на последние крымские события. В Черниговской области вооружённые молодчики, называющие себя бойцами самообороны Майдана, захватили полсотни грузовиков, которые из сервисного центра направлялись в Казахстан к покупателям. Погромщики заблокировали колонну автомобилей КамАЗ и заявили, что намерены конфисковать имущество российских компаний. Подоспевшие на место милиции и ГАИ решить проблему не смогли. Нападавшие также вызвали подкрепление, приехали люди с автоматами и пригрозили, что откроют огонь. Раздавались угрозы открыть огонь, если колонна попробует двинуться. Мотивировка. Россия захватывает наше имущество в Крыму, а мы тут конфискуем российские автомобили. Доводы о том, что партия идёт в Казахстан, что это не государственная собственность, не принимались. К сожалению, ни милиция, ни ГАИ не смогли защитить от вооружённых людей. Вот несколько минут назад появилось новое сообщение КамАЗа. Бойцы Майдана взяли под контроль все склады компании в Чернигове. Таким образом, в их распоряжении оказались около 150 грузовиков и полсотни прицепов. На общую сумму 600 миллионов рублей руководство предприятия намерено обратиться в милицию с заявлением. В Сочи торжественно завершились 11-й Паралимпийские игры. Их уже назвали самыми лучшими в истории, а для России они стали поистине триумфальными. 80 медалей у нашей сборной. На церемонии закрытия героев Паралимпиады трибуны встречают ликование. Вероятное техническое и световое шоу, о котором потом будут говорить во всём мире, это уже традиция. Но главной изюминкой на этот раз стало выступление тех, без кого сам спортивный праздник бы не состоялся. На стадионе Алексей Чувашев, выдающийся спортсмен, завоевавший бронзовую медаль в академической гребле среди одиночников на Паралимпийских играх в Лондоне. Трибуны с замиранием следили за тем, как он, поднявшись на высоту в 15 метров, в буквальном смысле сделал невозможное возможно. Благодаря играм в стране сформировано также огромное нематериальное наследие. Удвоилось количество людей, регулярно занимающихся спортом. В России изменилось отношение общества к людям с инвалидностью. Главными героями Олимпийских и Паралимпийских игр стали спортсмены. Благодаря их феноменальному мужеству и целеустремленности, все мы поняли, что главная победа в жизни – это победа над самим собой. Мы снова поверили, что ради великих целей невозможное становится возможным. Герой этих игр Роман Петушков смотрел церемонию закрытия вместе с президентом. Обладатели шести золотых медалей Сочи-2014 и Владимир Путин сидели рядом, обменивались впечатлениями. Перед началом представления глава государства пообщался с председателем Международного паралимпийского комитета. Мы, конечно, ожидали нехорошего утрепления, что он был таким искрометным, таким блестящим. Конечно, та поддержка, которую русские оказывают своим спортсменам, она потрясающая. Меня порадовало, что очень много болельщиков. Практически трибуны на всех стадионах были полны. Настроение у всех очень хорошее у паралимпийцев. Нам удалось сохранить такой обзор всеобщего праздника и на улице, тоже на стадионах. Ну а завершилась церемония закрытия 11-х паралимпийских игр в Сочи грандиозным салютом. Продолжение следует...